Воспитатели детских садов со всего Славянского района смогли продемонстрировать свои лучшие качества на замечательном конкурсе педагогического мастерства, который стал уже традиционным. Одаренные и неравнодушные они очень старались, чтобы выступить хорошо. Мы расскажем о лидере районного этапа конкурса Ксении Силиной, воспитателе из 14-го детского сада. Ксения Силина после завершения учебы в Славянском филиале Кубанского госуниверситета по специальности учитель информатики и английского языка пришла в 14-й детский сад, чтобы устроиться на работу воспитателем. Она сразу же произвела хорошее впечатление на руководителя образовательного учреждения. Ее приняли на работу, о чем ни разу потом не пожалели. Я ее взяла в наше образовательное учреждение и не пожалела об этом никогда, потому что от нее исходит всегда такая доброта, мудрость, целеустремленность, и у нее всегда новые какие-то идеи. Я ей давно говорила, Ксения Сергеевна, вам необходимо уже в конкурсе воспитатель года участвовать. Но она всегда говорит, я еще не созрела, я готовлюсь и морально, и накапливаю свою педагогическую копилочку. Всегда отказывалась. Но в 2021 году, конечно, мы ее говорили, и она уже почувствовала, что она уже готова. Героиня нашего репортажа считает, что в детском саду она оказалась по воле случая. Так судьба распорядилась. Но случай этот стал для нее поистине счастливым и во многом определил настоящий профессиональный успех. В воле случая я оказалась в стенах детского сада. Честно говоря, думала ненадолго, но задержалась на более длительный срок. И мне нравится, все хорошо, я думаю, что это не случайно, и я все сделала правильно. Любое дело, когда вы его начинаете, не сразу получается, не с первого раза. Нужна практика, нужно какое-то преодоление себя. И мой труд – это то, что у меня получается, мне легко, я получаю от своей работы удовольствие. Я думаю, это самое главное. Ксения уверена, что ее победа в районном конкурсе достигнута во многом благодаря поддержке коллег своего коллектива. Их участие в ее творческом росте трудно переоценить. У нас потрясающая творческая группа, которая помогала мне абсолютно во всем. Мы собирались, что-то обсуждали, принимали какие-то решения, изучали что-то новое. Подготовка была очень интересная, и опыт, который я приобрела в ходе этого конкурса, он просто бесценен. Предстоящее вскоре выступление на краевом уровне – событие, конечно, волнующее. Но настроение у славянской конкурсантки отличное. Она настроена на то, чтобы выглядеть там достойно. Обострилось чувство ответственности. Но настроение хорошее. Мы рады, что нашему саду выпала честь представить район в крае. Мы стараемся, и наша чудесная творческая группа продолжает свою работу. Мы стараемся сделать так, чтобы мы выглядели достойно. Прошедший районный конкурс запомнился своей необычностью, душевной атмосферой. Он очень много дал всем его участницам и, конечно, победителю. Даже я бы, наверное, не называла это мероприятие конкурсом. Я бы это назвала фестивалем каких-то педагогических находок. Вот фестиваль педагогического мастерства, наверное, было бы точнее. Потому что на конкурсе я не чувствовала, что мы соперники, что мы друг с другом состязаемся, кто лучше. Этого не было. У нас на конкурсе царила настолько дружелюбная семейная атмосфера, и мы просто делились опытом. И, конечно же, очень многое из услышанного, из увиденного там я буду применять в своей практике. Самое важное в работе воспитателя – найти общий язык с детьми, стать их лидером, увлечь и повести за собой. И все это есть у Ксении Силиной, которой мы пожелаем новых успехов и профессионального развития. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».